Хорошо. Вот что касается ядерного оружия, атомного оружия, которым обладает Северная Корея. Вот в Южной Корее насколько опасаются войны с Северной Кореей именно с точки зрения того, что у Северной Кореи есть атомное оружие. И Россия, видимо, помогать будет именно в совершенствовании, улучшении этого ядерного оружия, которым уже обладает Северная Корея. Вот в Южной Корее боятся ядерной войны и в чем это выражается? Или же там считают, что американская помощь Южной Кореи не позволит использовать ядерное оружие против Южной Кореи? Вот такой вопрос. Вы на РК беседовали об этом в Южной Корее? Да. Я много раз бывал и в Северной Корее, и в Южной Корее во время таких очень нервных ситуаций, когда у них были заголовки «Угроза войны на корейском прострове» или когда были очень-очень почти горящие ситуации на границе между Северной Кореей и Южной Кореей. И я всегда ощущал, что корейцы и в Севере, и в Юге, они так привыкли. Это тоже элемент театра. Вы видите, например, сейчас в Среднем Востоке между Израилем и Ираном, да? Да, конечно. Они там посылают всякие ракеты, но до очень определенной степени, потому что они никем интересуют полная ядерная война. И я считаю, что тоже так играют наши коррекции оба сторон. Я думаю, что риск войны на корейском прострове, именно за эту причину, которую вы сами определили, что Южная Корея, в конце концов, это очень важный партнер США. И я уверен, что северно-корейская власть, которая, между прочим, не исключительно принадлежит к Ким Джон Ину. Северно-корейская власть, на мой взгляд, это, как сказать, это смесь разных плееров из рабочей партии Кореи, которая, ну, партия не монолит Северно-корейская, самая партия с большим П, и армия, и семья Ким. Там есть тройка, которая постоянно между собой играет игру власти, и иногда эта партия имеет, как сказать, высокую, upper hand, высокая рука, или я не знаю, как это по-русски, но они доминируют. И иногда эта армия, которая самая сильная, и иногда семья Кима и их сторонники. Так что, и это значит, что там никогда станс, на мой взгляд, что там будет сумасшедший диктатор, Ким будет сам по себе, самостоятельно там нажмить кнопку. Это вообще не будет. Чтобы Северной Кореи будут настоящие вторжения или настоящую военную акцию делать, это требует согласия между этих трех элементов власти. И никакие из этих элементов, они не самоубытий. Они не дураки. Они прекрасно знают, что за Северной Кореи стоит США, и США имеет гораздо больше количества игрушек, чем... Чем Ким Джонган. Почти 7000, но без малого там нас смотрят, и 3500 поставят лайки. Напоминаю, мы уже 40 минут в эфире, у нас немного остается времени нашего эфира. Мы обычно держимся формата там 50 минут, не больше, поэтому, пожалуйста, успевайте ссылки на этот эфир, разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, обязательно подписываться на канал Феден Лайк. Все-таки, вот вы были, Мортон, и на севере от 38-й параллели, и на юге. Скажите, вот как сильно отличаются, даже с точки зрения морфологии, чем отличаются Северные от Южных Корейцев? Потому что мы видим Южных Корейцев, они выше ростом, они более свободны, у них вообще внешность другая, понимаете? Сильно отличаются Северные от Южных Корейцев. Как они одеваются, как они ходят, как они разговаривают. Хотя один народ, один язык. Нам почему это интересно, потому что вот эти разделенные народы, как они сильно отличаются. В Европе даже такое было, в Германии. Восточные немцы, западные немцы. Ну, гораздо меньше разницы, но все-таки. А здесь, получается, за почти там семь десятилетий, но чуть меньше. То есть это фактически совершенно уже два разных народа. Это еще и нам интересно, почему. Потому что, ну, вот тоже славяне, русские славяне, украинцы славяне, а тоже уже два разных народа, понимаете? Оказывается, политика, история политическая, там, разведение двух народов может влиять, в общем, кардинально. То есть менять этих людей, одних и других. Вот как отличается и чем, прежде всего, отличается, на ваш личный взгляд, Северный от Южных Корейцев? Что вы увидели в этом? Да, в первых, я сказал бы, что вот этот отметка, которую вы точно сделали, это сравнение Северной и Южной Кореи, как Украина с Россией, это очень интересно. Потому что там всякие параллельные уровни, на мой взгляд, что это тоже был, ну, теперь мы уже ходим по очень тонкие и чувственные территории, но я простой норвежец, я буду откровенно поговорить. Ну, в каком случае, украинцы и русские, они очень близкие народы. Они, конечно, две определения народа, две определения языка, две определения культуры, но это тоже, ну, как я знаю, те две народы Советского Союза, которые самые смешанные, да? Ну, практически все мои русские знакомые, друзья, они имеют какую-то, ну, бабушка или... Из Украины, да. Ну, из Украины, да, точно. И между Северной и Южной Кореей мы точно можем глядеть на это как огромный социальный эксперимент. Что случится, что будет, если ты распределяешь народ в двух частях и очень строго изолируешь одну часть и другой, ты, ну, просто он сам по себе принять участие там в глобализме в мире. И на самом деле этот документальный фильм, который я теперь почти совершил, премьера будет в следующем году, он называется North South Man Woman, и он в основном отношение между женских бешенцев, которые приезжали в Южную Корею и которые идут замуж за южно-корейских мужчин. И что из этого получается или не получается? Мы следуем за несколько этих... И что получается, и что не получается, если сделать вывод? Ну, то, что ясно, это что очень трудно для терминокорейских бешенцев нормально интегрироваться, нормально, как сказать, найти свое место в южно-корейских обществах. Это связано с тем, что, конечно, Южная Корея, это же высокотехнологическое общество, очень и очень-очень компетитив, как это сказать, конкурсный, там конкурс между людьми, чтобы... Конкуренция, да, конкуренция, да, именно. А это совершенно наоборот в Северной Корее, потому что в Северной Корее там индивидуального выбора более или менее нет. Там государство выбирает для тебя на основе твоих талантов. Если ты уже не обычный, там, крестьянин или рабочий, потому что тогда ты прямо в армию тебе послалит. Ну, вообще, индивидуальный выбор, собственный выбор более или менее не существует в Северной Корее. И, конечно, экзистенциально, философически говоря, духовно говоря, просто броситься от реальности, где всё... Ну, там, конечно, много плохого, но ты никогда тебе надо, как сказать, попасть в экзистенциальном страхе. Что я буду делать в моей жизни? Ну, что делать, что делать? Потому что это всё решено. Решено для тебя. И тоже на другую сторону. Они настолько... Они приедут из вращеского государства Северной Кореи. И много южнокорейцев смотрят на них с тревогой, можно так сказать. Чтобы они пока являются шпионом или какие-то противники. Что у них есть какие-то скрытные планы. Недоверие, в общем, есть. Да, 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 недоверие. Но главная проблема, на мой взгляд, это то, что они не имеют никакой... Никакой экспертиз, никакие образования, которые могут пользоваться в Южной Корее. И это, кстати, тоже действует, я думаю, или влияет очень сильно на то, что Северная Корея... Что власть недавно выбрал очень такой, ну, другой путь из этого официального принципа, который очень давно было, что Северная Корея и Южная Корея должны соединиться опять. Северная Корея недавно ушла. Да, очевидно. Они разрушили дороги, сломали памятник объединению Северной Южной Кореи. Мы все следим, знаем. По-моему, кто верил в объединение Северной Южной Кореи? Какой он нормальный мог поверить, пока существует коммунистический режим Северной Кореи, существует эта династия Кимов? Это было невозможно, это же очевидно. Да, да, нет, вы совершенно правы. Это всегда было более или менее просто, это тоже была игра. Манипуляция, конечно, игра. Да, не только манипуляция. Я думаю, что особенно среди этого поколения, которые сейчас в процессе просто умереть, потому что они очень старые пока. Но был до, может быть, 5-10 лет назад, были люди, которые имели семью в Северной Южной Кореи. Да. И так что, может быть, вера – это не слово, но надежда была среди этого поколения, что когда-то будет какое-то утопическое соединение. Но в сегодняшней Южной Корее, как молодежь, например, они вообще не обратили внимания на это. В Северной Южной Корее для них какой-то, ну, мягкий тормозитель, можно так сказать, что там, ну, что-то там существует на сторону, которое мягко тормозительно, что иногда сделает проблемы, но в основном они не обратили... Да, мы это понимаем. Смотрите, последний вопрос, мы уже 50 минут в эфире, заключается, мы хотим понять, в Северной Корее, где вы были, что там существует с культурой? Там есть театры, там есть концерты, там есть музыка, там есть телевидение, не знаю, там есть развлекательные мероприятия. Что там вообще с этим происходит? Вы же в ходе своих визитов, ну, интересовались, чем живет в культурном смысле средний там человек в Северной Корее. У него вообще есть доступ к каким-то культурным возможностям? Не знаю, картинные галереи, значит, музыка, кино, значит, театр. Что у него есть вообще у Северной Корее? Да, ну, это ведь был мой главный повод, главная причина моей работы в Северной Корее. Я там затруднил с культурными деятелями Северной Кореи, там профессионалами музыки, там театра, и так далее, и так далее. Ряд культурных обмен с этими деятелями я организовал. И могу сказать, что уровень, технический уровень их художников и деятелей искусства очень-очень высокий. Даже виртуозный, я сказал бы. Северная Корейская власть, они всегда очень-очень много ресурсов тратили на на культуру. Но, конечно, эта культура только имеет две ползы. Это или как декорация, как чисто, как, ну, красиво, но приятно, и так далее, и так далее. Или как инструмент пропаганды. Ну да, идеологический инструмент. Идеологический инструмент. И так что, я сказал бы, что, ну, человеческие ресурсы в Северной Корее и таланты очень-очень высокие. Они тоже имеют какую-то русско-советскую культуру воспитания талантов. Они очень-очень рано, если там наблюдается талант, они очень рано начинаются культивации этих талантов. И я сказал бы, это может быть более общая отметка, но для меня Россия и Северная Корея напоминают меня друг друга в том, что там такое огромное, огромные человеческие ресурсы, которые, потенциал, который никогда реализуется в полном. Реализуется в полном. и в России и это для меня тоже очень грустно наблюдать, что и в России и Северной Корее там очень-очень много талантов, очень и тоже очень высокая эстетика эстетики художников в своем работе, рабочая эстетика. Но обстоятельства очень сложные и дело так, что вот эти человеческие ресурсы не используются до грани. с с